Привет! Меня зовут Алиса, вы на канале Мир Рыболова, а это рубрика Рыб Новости, где я рассказываю вам о самых интересных событиях из миролюбительской спортивной рыбалки за прошедшую неделю. И давайте в этот холодный осенний денек начнем с самого горяченького. Это скандал между спортсменами-паловцами и владельцем компании «Фабрика лодок» Дмитрием Зюзиным. И прежде чем поведать вам эту историю, я коротко-коротко расскажу про главных действующих лиц. Турнир про Angels League. Пал. Самый яркий и масштабный коммерческий турнир по ловле спиннингом с лодок в России. Слава Юрганов. Победитель. Пал 2023. Со своим напарником Пашей Мычко. Организаторы Пала. Очень влиятельные мужчины. Вадим Гиндин и Владимир Иноземцев. Андрей Петерцов. Рыболов-спортсмен. Четырехкратный обладатель звания «Лучший рыболов года» по версии турнира ПАЛ. И Дмитрий Зюзин. Бизнесмен, владелец компании «Фабрика лодок», которая выступала спонсором турнира в прошлом году. Год назад Мычко и Юрганов выиграли в ПАЛе за первое место, в котором предполагалась потрясающая крутая лодка с мотором от компании «Фабрика лодок», которую возглавляет Дмитрий Зюзин. Ну и ее тюнинг. Но проблема в чем? 1 октября на канале Мэй Таргет, Мэй Таргет это компания Славы Юрганова, выходит видео «Распил призовой лодки ПАЛ. Рыболовная карусель Зюзина, часть 1». И что же это значит? В этом видео Слава рассказывает о том, почему у них не получилось выступить на этой лодке в ПАЛе 2024 года, и почему они не эксплуатировали ее ни весной, ни летом, ни этой осенью. Как бы опрокинули с лодкой? Ну, то есть лодка в итоге есть, но к ней есть вопросики. И первый вопрос. Лодку должны были вручить в марте, но получили ее ребята только в начале июня, и так и не смогли эксплуатировать, потому что она не отвечает каким-то техническим характеристикам для любительской рыбалки, и тем более для спортивной рыбалки. И в видео Слава наглядно показывает, что с этой лодкой не так. Не нужно быть каким-то экспертом, чтобы понять, что действительно ее не очень удобно эксплуатировать. Я должна держать нейтралитет, но на видео вы сами все видите. Закажу за ней ход включить. Как видишь? Или вот моя линия глаз идет вот. Первый же шмель, который будет лететь, мне в нос влетит, а в ухо вылетит. Я сижу в кресле максимально подвинуто вперед. Ноги, как видите, покажи, не дотягиваются. Видите, да, проблема? Как, блять, сидеть? Слава рассказал о том, что Дмитрий Изюзин вместе с лодкой собирался вроде бы как им дать мотор Меркури Верада 250, но в итоге оказалось Сузуки 200. Почему так получилось, непонятно. В общем, в комментариях ребят их подписчики поддержали, но главный вопрос, а куда смотрели организаторы? Ведь, по идее, это же они заключают договор со спонсором и должны нести ответственность за конечный результат. Ну и ответа от организаторов долго ждать не пришлось. Уже 3 октября на официальном канале Pro Angels League вышло видео, где Вадим Гиндин и Владимир Иноземцев дают комментарии. Они сказали, что не испытывают чувство вины за недобропорядочного спонсора, ну как бы, мол, с каждым бывает, но, тем не менее, как организаторы несут ответственность. Они сообщили о том, что компенсируют все работы, которые сейчас экипаж проводит с лодкой, то есть берет эти работы на себя. Также в этом видео организаторы сообщили, что отныне главный приз за победу впал это 5 миллионов рублей, а не катер с мотором, как это было ранее. Ну, потому что катеру с мотором могут быть вопросики, как мы уже поняли, а 5 миллионов рублей и в Африке 5 миллионов рублей. Как по мне, самое интересное в таких публичных разборках, это смотреть за комментариями обычных людей. И в комментариях Гиндина и Иноземца поддержали, просто подписчики, обычно ребята написали, мужики, молодцы, молодцы, что взяли на себя ответственность за вину спонсора. В общем, браво, все хорошо, и как бы эта шумиха и претензии к спонсорам, так сказать, поутихли. Как вы понимаете, Зюзин не мог не отреагировать на эти видео, и 7 октября Дмитрий выпускает свое видео, где рассказывает о том, что Юрганову он не обещал Меркури, Верада 250 сил, не было такого разговора, а в том, что лодка не в том состоянии, в котором должна быть, виноват не он, виноват Александр Коняшин. И это еще один герой этой истории. Коняшин отвечал по словам Дмитрия Зюзина за проект этой лодки. Также Дмитрий обвинил Александра Коняшина в воровстве и сказал то, что он предъявит ему иск за воровство судебное. Соответственно, Юрганову показалось по поводу мотора. Да, Дмитрий сказал, что он не проконтролировал эту ситуацию с лодкой, и как бы в этом он признает свою вину. Дмитрий рассказал о том, что людям, которые захотят стать спонсорами каких-то турниров или людей, надо быть внимательнее, потому что когда эти люди хотят с вас деньги или какие-то товары, то вам все рады, а когда они должны как бы отвечать, рекламировать, в общем, то здесь уже возникают вопросы и какие-то непонятки. Следующий вопрос. Дмитрий Зюзин назвал Андрея Петерцова жадным и алчным мальчишкой. Видимо, сделал он это, потому что понимал, что чуть позже, в тот же день, вышло видео, где Андрей рассказывает о своем опте сотрудничества с Дмитрием. Чуть-чуть попозже об этом. Дмитрий сказал, что Андрей Петерцов алчный и жадный мальчишка, потому что у них был договор, что Андрей должен был быть амбассадором фабрики лодок, но Андрей Петерцов не исполнил тех обязательств, не фотографировал, не снимал видео должным образом с этой лодкой и не только в этом проекте, также с проектом БООТ-ПРОФИ. И вот, видимо, поэтому пошли такие оскорбления. Закончил свое видеообращение Зюзин тем, что подает иск в суд на Александра Коняшина за воровство, на Вячеслава Юрганова за дискредитацию компании и на Андрея Петерцова за неисполнение контрактных обязательств. Безумно интересно, чем это все закончится. И вот то, о чем я уже говорила, что 7 октября, в тот же день, когда вышло видео Дмитрия Зюзина, выходит видео на канале MainTarget, рыболовный карусель Зюзина, часть 2, но в этом видео главным героем становится уже Андрей Петерцов. В этом видео Андрей рассказывает о своем опыте сотрудничества, а точнее о ведении бизнеса с Дмитрием Зюзиным и о том, чем это все закончилось. Здесь важно вставить небольшую ремарку, как заметили подписчики в комментариях, что ранее Андрей не был замечен в каких-то таких публичных разбирательствах, поэтому его монолог с камерой, то, что он вообще рассказал, вызвало, ну, прямо вот, большой диссонанс в обществе и притянул к себе, ну, очень много внимания. Как известно, Андрей Петерцов и Дмитрий Зюзин совместно изготавливали и реализовывали приманки «Волжские джиги», где на этикетке было лицо Андрея Петерцова. Так вот, Андрей рассказал о том, что постепенно в их совместном бизнесе начали появляться проблемы, такие, например, как задержки в оплате поставщикам, большие кассовые разрывы. Также Андрей рассказал о том, что Дмитрий находил всевозможные причины, чтобы не показывать компаньону бухгалтерский отчет, не брал трубки, не отвечал на сообщения. В итоге всех непонятных проблем накопилось много, и Андрей сообщил Дмитрию о том, что он хочет расстаться. Дмитрий сначала эту новость принял, но расстаться полюбовно не получилось, потому что они договорились разделить поровну тот товар, который сейчас есть на складе, но Дмитрий отгрузил себе, а точнее оставил себе тот товар, который наиболее лучше продается, скажем так, более популярные позиции, а Андрею оставил менее популярные позиции. Также там была история с тем, что когда они уже договорились разойтись, Дмитрий под шумок, скажем так, продал большую партию приманок в рыболовный магазин, за что он получил деньги, которые как бы с Андреем не разделил. В итоге Дмитрий должен был денег Андрею, как рассказал об этом Петерцов в видео, и эти деньги он отдавать не хотел. Когда ему Андрей об этом писал, Дмитрий сказал, что, а вы, Андрей, мол, мне электромотор сломали. Ну, не совсем понятно, при чем здесь электромотор, и вроде как оказалось то, что потом электромотор не сломан, но, в общем, факт есть факт. Видео свое Андрей закончил на том, что все равно не жалеет о сотрудничестве с Дмитрием Зюзиным, и благодарен ему за прошедшие годы и за опыт. На данный момент есть информация о том, что на канале MainTarget выйдет третья часть, где свою историю сотрудничества с Дмитрием Зюзиным расскажет еще один человек. Вот такая история, друзья. Пишите, что вы думаете об этом в комментариях. Есть вопросы, которые лежат на поверхности, есть которые чуть глубже. Ну, давайте начнем с первого вопроса логичного. Зачем вообще ребята из MainTarget, конкретно Слава Юрганов, Паша Мычко, решили выложить это видео и как бы вот показать все эти закулисные разборки. Ну, ответ тоже лежит на поверхности, как мне кажется. У ребят накипело, у ребят наболело, и наверняка они хотели предупредить о том, чем может закончиться сотрудничество с Дмитрием, ну, как бы действовали из благих намерений. Конечно, кто-то пишет о том, что это сделано ради хайпа, но здесь судите сами, ради хайпа это было или нет. Вопрос, который остается без ответа лично для меня, почему Дмитрий Зюзин, понимая уровень медийности турнира и уровень медийности спортсменов, с которыми он сотрудничает, допустил такую ситуацию с лодкой. Ведь здесь же неважно, кто отвечал за это, за конечный результат, а отвечали его сотрудники, там, его компания, какой-то конкретный человек, ведь в итоге спроса все равно с него, ведь это же его компания. Ну, в общем, непонятно. Спорить с тем, что он получил просто колоссальную антирекламу, колоссальный хейт и подрыв репутации, ну, просто невозможно, потому что вот посмотрите, сколько тысяч просмотров набрали это видео и какие комментарии пишут люди. Дмитрий в этой ситуации поддерживает мало человек, это не значит, что кто-то здесь точно прав, кто-то здесь точно виноват, но, в общем, делайте выводы сами. Ну и что мы все о грустном, давайте мы отойдем немножко от интриг, от скандалов и перейдем к рыболовному спорту. У нас на этой неделе случилось два потрясающих события. Это, конечно же, финал ПАЛа 2024 года и Кубок России по спиннингу с лодок. С 3 по 7 октября на Волгоградском водохранилище в Саратове прошел чемпионат России по ловле спиннингом с лодок. И первое место в командном зачете завоевала команда Московская область-1, а в личном зачете, ну, точнее, в парном, первое место завоевал экипаж Ливщиков Денис, Заусалин Олег. И вашему вниманию сейчас на экране все победители и призеры в командном и в парном зачете. Ну, а я хочу рассказать вам, как за последние несколько лет изменились правила турнира. Если раньше каждая пара спортсменов должны были вести с собой судью, то есть оплачивать ему проживание, питание, дорогу, и потом вытягивали жребий, то есть судья в лодке был не тот, которого пара привезла с собой, а вот как бы из другой команды. В общем, они вот там вот менялись судьями, чтобы все это как-то было максимально честно. То теперь от этого ушли, и теперь спортсменов контролируют с помощью видеофиксации. У них на кепках вот здесь вот прикреплена такая камера, которая должна быть включена, и снимать обязательно моменты от поимки рыбы, от ее засечки до ее измерения и до выпуска в воду. Почему это хорошо, чем хвалят это спортсмены? Ну, дело в том, что рыба остается максимально живой. Вот, например, как напали, ее не возят там никуда с собой, ни в лодке, ни в пакетах, ни в каких сумках. То есть ее сразу поймали, сняли ее на видео, на фото, где она лежит с линейкой, которую выдавали организаторы, и отпустили. И, помимо видеофиксации, есть еще GPS-трекер, который обязательно должен быть включен в лодке на протяжении всего тура. Ну, а, кстати говоря, вместо судьи в лодке видеофиксация выгодна не только в финансовом плане, но и в плане мест на лодке, потому что я хочу заметить, что на чемпионате России по спингу с лодок не у всех такие большие лодки, как напали. И вот лично мне, например, давал интервью человек, который выступал на лодке 4,2 метра, с мотором 9,9 лошадиных сил. И, между прочим, этот экипаж после первого тура был на первом месте. Ну, правда, после второго тура в итоге они оказались на 12-м, но все равно 12-й из 56-ти на моторе 9,9. С учетом того, что у большинства все-таки были моторы 100, 150, 200. Мне кажется, что это круто, ребята. Ну, а теперь от официального спорта перейдем к коммерческому. Великий и могучий пал. Лучшими рыболовами 2024 года по версии пал снова становятся киборги Андрей Петерцов и Дмитрий Елисеев. И это уже четвертый раз, когда они вместе получают кубок. Это просто достойно аплодисментов, друзья мои. Это круто. Давайте посмотрим итоговую таблицу. Первое место Петерцов-Елисеев, второе место Мычко-Юрганов, третье Арестов-Словецкий, четвертое Чечерин-Петков и пятая Галицкий-Чуланов. Ну, как на чемпионате России, так и на пале борьба была нешуточная. И мы поздравляем всех победителей и призеров и желаем им ну просто очень хорошенько отдохнуть после таких напряженных рыболовно-спортивных дней. Ну, а закончим мы наш новостной выпуск просто шокирующей новостью касательно экологии. В 2018 году был инициирован проект оздоровления в Волге, в рамках которого должны были привести в порядок очистные сооружения на реке. И вот депутат Госдумы Жанна Рябцева в этом году за последние несколько месяцев посетила более 120 объектов, которые должны были быть реконструированы. И рассказала о том, что из 120 объектов готовы на данный момент только 6, хотя в этом году проект уже заканчивается. А остальные, они либо не готовы совсем, либо не готовы до конца, либо там все так плохо, что их реконструировать нет смысла, а надо просто переделать вообще все. Днем загрязненных стоков нисколько не снижают. Это открыто признает руководство. Что у вас тут происходит на сегодняшний день? Очистки от сухи, это слово совсем. У меня нет комментариев, просто нет комментариев. Между прочим, на этот проект было выделено 127 миллиардов рублей. Это же просто баснословные деньги. Пишите, протекает ли у вас в городе Волга, и если да, то в каком состоянии она находится, и в каком состоянии находятся очистные. Ну а сегодня у меня все. Обязательно пишите в комментариях, как вам такой новостной формат, как его можно улучшить, и пишите те новости, про которые вы хотите услышать. Может быть вы знаете что-то интересненькое, чего не знаю я. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и всем пока! Пока!